Права граждан, лишенных свободы, необходимо защищать эффективнее. Об этом зашла речь на координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое провел глава республики Михаил Игнатьев. К условиям содержания подследственных и осужденных предъявляют претензии контролирующие органы и общественные организации. Проблем немало, но решить их в сию минуту нереально. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Условия, в которых содержатся осужденные и те, кто еще дожидается приговора, далеки от идеальных. Уполномоченный по правам человека Юрий Кручинин обнародовал итоги своих проверок. Где-то недостаточно эффективно оказывают медицинскую помощь, где-то у арестантов нет возможности пользоваться горячей водой. Ремонт во многих колониях не проводили десятками лет. Последствия на лицо, в камерах царит полная антисанитария. Многие камеры изоляторов требуют немедленного ремонта. Состояние стен и потолков в них неудовлетворительное. В обоих СИЗО прогулочные дворы расположены не на первом этаже, а на уровне второго и четвертого этажей. В обоих СИЗО отсутствует горячее водоснабжение, кроме лишь двух женских камер СИЗО-1. Уполномоченный по правам человека сделал и другие неутешительные выводы. Чувашские СИЗО переполнены. Арестантам за колючей проволокой не должно быть тесно. Четыре квадратных метра для одного человека норма. Но положение в тюрьмах сейчас совершенно другое. Для заключенных под стражу отводят три с половиной метра, а то и меньше. Средняя списочная численность арестованных в следственных изоляторах республики за 8 месяцев текущего года составила 554 человека. При лимите в 470 человек. Лимит наполнения превышен на 18%. Только вот месяц назад он был 25%. Численность в СИЗО и ПФРС на 3 сентября, это вот на день моей последней проверки, составляла 691 человек. В наполнении в СИЗО, в частности СИЗО-1, 210 человек при лимите в 158. Но иногда у проверяющих возникает вопрос, а необходимо ли было вообще заключать человека под стражу. В изоляторах обвиняемых содержат до полугода, а некоторые приговоры ждут более двух лет. Ходотайствовать об аресте следователи стали чаще. Хотя наказание за преступления, которые не являются тяжкими, можно и смягчить. Альтернатива колючей проволоки, домашний арест и денежный залог. Но суды зачастую работают по отлаженной системе. Число ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу возросло за год на 6%. В первом полугодии текущего года судами рассмотрено дел на 11,7% меньше. Отсуждено лиц на 11,4% меньше. Но число ходатайств снизилось только на 2,5%. Проблема назрела давно. Но ситуацию сейчас может исправить строительство нового здания СИЗО. Необходимо в ближайшее время реконструировать и действующий изолятор. В Чувашском УФСИНе планы уже начали воплощать в жизнь. Я выезжал в СИН России с учетом письма, которые Юрий Сергеевич писал во СИН России. И все-таки мы решили вопрос по выделению денежных средств для того, чтобы привести в соответствие помещение функционирующего землетрясения изолятора первой колонии и введение его в действие. Выделяется 4,6 млн. рублей на приведение его соответствия. Начатое здание СИЗО, когда мы завершим так реально? 2017 год. 2017 год? В соответствии с планом. Там четко распределены эти денежные средства по квартально. И вот решаем едиными выездными вопросами, решаем дополнительно. Обсудили участники совещания другую проблему. В республике выявляют фирмы, которые легализуют доходы, полученные криминальным путем. В этом году уже было заведено несколько уголовных дел. Фигурантами одного из них стали директоры строительных организаций. Деньги, которые они собрали у дольщиков, были направлены в другие регионы. Глава республики отметил, что незаконные финансовые операции необходимо пресекать на корню. В противном случае, проблемы дольщиков приходится решать за счет бюджета. Медриковалев и Андрей Спиридонов. Республика.